МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «Пульс города» в студии Елены Кузовкины. Здравствуйте. О самых заметных темах месяца расскажем прямо сейчас. Новый тариф. Сколько будет стоить проезд в Барнауле с 1 мая? Горячим асфальтом на проблемных участках в городе начался ямочный ремонт. Осталось меньше недели. Голосование за общественные территории на финишной прямой. С 1 мая до 35 рублей поднимется стоимость проезда на регулируемых маршрутах общественного транспорта Краевой столицы. Этот тариф, который является экономически обоснованным, в начале апреля утвердил Координационный совет по ценообразованию. Кому за проезд придется отдать 35 рублей, а у кого есть возможность сэкономить, узнаете из сюжета. Еще в начале года перевозчики обратились в администрацию города с просьбой поднять тариф. При условии наличного расчета до 35 рублей на автотранспорте, до 44 на электро. По данным перевозчиков, за последнее время себестоимость пассажироперевозок существенно выросла. Расходы на дистоплива увеличились на 25-28%, на запчасти от 30 до 35. Но основная причина – невозможность поднять зарплату водителям и кондукторам. Люди уходят, водители в первую очередь, потому что на рынке труда есть гораздо больше, лучше условия по заработной плате. Нам необходимо привлечь к себе людей, скажем так, восстановить престиж профессии водителя городского общественного транспорта. Только в Евробусе не хватает почти 50 водителей, а они обслуживают два популярных маршрута – 35 и 53. В Комитете экономического развития обоснованность тарифов изучили. К тому же крайний раз стоимость проезда повышали в начале 2023 года. В 2023 году мы тариф не поднимали. Значит, сегодня, если мы рассматриваем данный вопрос, то этот тариф у нас сохранится еще на год. Иными словами, рост тарифа не будет превышать рост инфляции. К тому же 35 рублей – это стоимость наличного расчета и по банковским картам. Для многих горожан в Барнауле предусмотрен льготный проезд. У нас три льготных категории – это школьники, студенты и пенсионеры. Значит, для них повышение за одну поездку составит 2 рубля. Если школьники из малообеспеченных семей платили 9 рублей из расчета за одну поездку, то будут платить 11. Остальные школьники с 12 до 14 повысят, у студентов с 14 до 16 за поездку и у пенсионеров с 16 до 18. Платить меньше могут и обычные граждане, те, кто пользуются электронными способами платежа. Тарифы по различным проездным сейчас на ваших экранах, и они значительно ниже 35 рублей за поездку. Для удобства пенсионеров, которые редко используют общественный транспорт, предусмотрели новый лимитированный проездной. За 20 поездок они заплатят 360 рублей. Действовать новые тарифы начнут с 1 мая. Татьяна Голубева специально для программы «Пульс города». Почти 6 тысяч квадратных метров дорог отремонтировали в Барнауле с начала сезона. Всего же планируют обновить 170 участков дорог и 36 тротуаров. Особое внимание – ремонту проспекта Строителей, улицы Аванесова и других проблемных участков. Также струйно-инъекционным методом сейчас ремонтируют покрытие на Южном тракте от ленточного бора в сторону лесного тракта. Где еще будут производиться работы – расскажем далее. В Барнауле с приходом весны особое внимание уделяют состоянию дорог и пешеходным тротуарам. В этом году по решению главы города Вячеслава Франко на текущий ремонт дорог из городского бюджета выделены дополнительные средства. Всего на эти цели планируют направить около 170 миллионов рублей. Общий объем выделенных денежных средств в утвержденном уже бюджете, в рамках которого мы сейчас с вами работаем, без малого – 4 миллиарда рублей. Все программы, в которых город участвовал, мы продолжаем участвовать. Это безопасные и качественные дороги, это наши инвестиционные проекты. Один из проблемных участков – дорога по улице Аванесова. Она является одной из центральных улиц города Барнаула общей протяженностью почти 2 километра. Работы здесь выполняют горячей асфальтобетонной смесью. Также обновлению подлежат дороги по улице Анатолия, площади Победы, проспекте строителей и на южном тракте от ленточного бора в сторону лесного тракта. Практически 2 миллиарда денежных средств – это выделено правительством Алтайского края. Сегодня мы с вами в полном объеме приступаем к ремонтным работам. Будем работать, будем стараться привести город в порядок. Все-таки еще раз вернуться к планам работ, посмотреть пересечения наших коммунальных служб. Сегодня мы обсуждали переход работы как можно в ночное время, там где это не мешает проживанию. В рамках выделенного финансирования начались также работы по ремонту тротуаров, колодцев, остановочных площадок, подходов к пешеходным переходам, а также по укладке искусственных дорожных неровностей. Что касается локального ремонта дорог горячим асфальтом, то его общая площадь превысит 100 тысяч квадратных метров. Власти Барнаула взяли паводковую ситуацию в Затоне на особый контроль. Там на случай прихода большой воды провели серьезную подготовительную работу. Развернули понтонный мост, сделали отцепные дамбы, организовали пункты временного размещения и заключили с речпортом договор на эвакуацию людей. В первую волну паводка опь в районе Барнаула чуть было не поднялась до критического уровня. Но и во вторую она еще может подняться. В микрорайоне Затон в апреле из-за повышения уровня воды до 439 сантиметров перекрывали движение на остров Шубинский. После открыли. Но в случае ухудшения паводковой обстановки движение на остров снова могут перекрыть. Живу я здесь с самого рождения, уже 45 лет. Информированы мы, постоянно получаем памятки, предупреждения, чтобы готовились жители. То есть жители сами поднимают какие-то ценные вещи наверха. Ну то есть как-то готовятся, насыпают, делают деревянные помостки какие-то во дворах. Информирование граждан о необходимых действиях на случай подтопления – одна из приоритетных задач власти города, которая ситуацию с паводком в поселках Затон и Ильича взяла на особый контроль. Мои коллеги по спасению и мои коллеги по помощи. Огромное вам спасибо, что вы прибыли на нашу территорию, что вы готовы нам помочь. Потому что у нас сейчас действительно сложилась сложная ситуация, и нам без помощи пока никак не обойтись. Спасибо вам за это. На оперативном аппаратном совещании, которое прошло в апреле, озвучили первостепенные задачи по подготовке поселков к приходу большой воды. Нужно пересчитать людей, скот, имущество, чтобы во время возможной эвакуации никого не забыть. В Затоне на две с лишним тысячи жителей приходится 418 несовершеннолетних, 5 детей-инвалидов и 25 маломобильных граждан. Определены предположительные места эвакуации этих людей, либо это стационар, госпитализация стационар, либо размещение родственников. Три пункта временного размещения могут в любой момент открыть в школах, доставлять людей, готов речной транспорт. Перевезти в безопасное место смогут не только людей, но и скот и ценные вещи. Задача жителей – быстро собрать необходимое, взять документы и запасы для пропитания. Принято решение повторно совершить подомовые обходы, для того, чтобы еще раз напомнить жителям о действиях в период паводка. На территории микрорайона Затон расположены три сиренно-речевые установки, которые прошли необходимую проверку, и в случае их необходимости они будут задействованы для оповещения населения, что уровень воды в реке становится критическим. Также на специализированную аппаратуру заведены номера телефонов жителей, и они будут еще оповещены посредством СМС-сообщения. В Затоне сделали насыпные дамбы для водоотвода, чтобы жителям не пришлось покидать свои дома. Однако, если придется какое-то время жить в изоляции, администрация заключила договоры с предпринимателями на поставку продуктов в местные магазины. Администрация Барнаула и филиал фонда «Защитники Отечества» подписали соглашение о сотрудничестве. Руководитель регионального отделения Владимир Медонов и глава города Вячеслав Франк отметили положительный совместный опыт работы, а также обсудили планы на будущее. Фонд «Защитники Отечества» был создан в апреле прошлого года, а сразу же началась совместная работа с городскими муниципалитетами, в том числе и с администрацией Барнаула. На базе города Барнаула создана комиссия по решению этих вопросов, в которые входит и администрация города, и социальная защита, и депутатский корпус, и волонтерские организации. И как раз при решении сложных вопросов все мы как раз участвуем, и понимая проблематику какой-либо семьи, мы эти вопросы решаем быстро, оперативно. Бывает так, что сегодня вопрос поставлен, а завтра он уже решен. Глава города Вячеслав Франк отметил положительный совместный опыт работы с фондом. Соглашение будет способствовать более точечному и оперативному решению вопросов оказания поддержки участникам спецоперации членам их семей. У него есть свои функции, которые помогают городу сегодня взаимодействовать и работать с нашими героями. Это юридические вопросы, социальная адаптация. Ну, много что делает он. Со своей стороны город старается что-то делать и быть полезным. Поэтому я думаю, что такое взаимодействие, оно и сработает для того, чтобы мы те цели достигли и, конечно, исполняли те задачи, которые перед нами стоят. Глава города также подчеркнул, соглашение о сотрудничестве усовершенствует уже выстроенный механизм между фондом и администрацией, а также позволит и дальше развивать партнерские отношения по разным направлениям. Валентина Аскерова специально для программы «Пульс города». По данным МЧС, наш край в апреле накрыли возгорание сухой травы и мусора. Каждые сутки происходят несколько десятков пожаров. Немало в Барнауле. Кто и как стоит на страже безопасности города и о двойном юбилее противопожарной службы. В интервью моей коллеге рассказал начальник первого пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по краю Роман Лучкин. Первый вопрос будет связан как раз с горимостью, да? Высокой в последние годы. Алтайский край относится к числу таких регионов. Что можно сказать про Барнаул в этом смысле? Ну, вы знаете, у нас уже с начала 2024 года насчитывается больше 350 пожаров на территории города Барнаула. К сожалению, есть и погибшие, и травмированные. Также есть спасенные порядка 112 человек уже личным составом пожарной охраны было спасено на пожарах за этот период. Конечно, основной момент этих пожаров это незначительные пожары в изгорании мусора как на открытых площадках, так и в контейнерах. Причиной, конечно же, является это неосторожное обращение с огнем. Также у нас и в большей степени пожары происходят в частном секторе. Это тоже, как правило, является неосторожное обращение с огнем, либо устаревшая электропроводка, либо неисправное печное оборудование. Насколько, в принципе, наш город готов противостоять стихии? Ежесуточно в первом пожарно-спасательном отряде заступает 120 человек личного состава, 24 единицы основной пожарной техники, 8 единиц специальной техники. Специальной техники, я имею в виду, это высотная техника, доставки рукавов дополнительно. Поэтому при таких силах и средствах мы разом можем тушить несколько пожаров крупных. В этом году у вашей службы особенный год, 375 лет, да, противопожарной службе. Наверняка и ваш барнаульский гарнизон даже за последнее время претерпевал вот какие-то такие серьезные изменения. Что вы можете сказать? Вообще, насколько сложна, с одной стороны, работа вот вашей службы, ваших коллег, как часто вам приходится выезжать, может быть, даже ежедневно, там, или несколько раз в день, одним и тем же, возможно, людям, да? И, с другой стороны, насколько изменилась эта служба, насколько она развивается? Пожарная охрана действительно уже существует много лет. Она действительно, служба в пожарной охране и трудна, и сложна. Это действительно так и есть. В среднем у нас бывает и за сутки одно подразделение может и до 20 раз выехать на пожар. Это как раз вот сезон, когда у нас сухая растительность очень сильно горит, поэтому и параллельные у нас и происходят и техногенные пожары. Вот, да, вот такие у нас бывают моменты. Пожары, они были, есть и будут, поэтому сотрудники наши, они всегда готовы. У нас ежесуточно проходит занятие с личным составом, как теоретически, так и практически, где мы отрабатываем действия по тушению различного вида пожара, как на высоте, так и в замкнутом пространстве, как на открытых площадках. Соответственно, отрабатываем и действия в непригодной для дыхания среде. То есть мы в этом плане всегда у нас идет подготовка. То есть личный состав всегда у нас в готовности в боевой находится и всегда готов к применению. Но и люди в пожарной охране работают не те, кто случайно, так скажем, попал, а именно по призыванию. То есть те, кто понимают, знают, любят, уважают и ценят эту профессию. Развивается. Действительно, она очень сильно, активно. У нас идет обновление и, как вы уже, наверное, заметили, автопарка. То есть у нас и в прошлом году мы получили новые автомобили, соответственно. Сейчас мы и активно начали применять на пожары, в том числе, вот как раз и природных, это беспилотную авиацию для того, чтобы мониторить сверху, как происходит горение и куда направить силы и средства. То есть действительно, пожарная охрана не стоит на месте, она как бы развивается. Ну и в преддверии праздника хотелось бы поздравить весь личный состав пожарной охраны с праздником, пожелать всем здоровья, счастья и, как у нас говорят по традиции, сухих рукавов. В школах Барнаула продолжается общественный контроль питания. Работу проводят межведомственные комиссии, которые проверяют, насколько качественно едят ученики. Вкусно ли кормят в 73-м Барнаульском лицее, узнавала наша съемочная группа. Сегодня по меню для ребят на завтрак. Пшенка на молоке, сладкий чай, оладушки и картофельное пюре. Одни с аппетитом уплетают оладьи, другие скромно поглощают кашу, а третий и вовсе только присев за стол принимается сразу за сок. На сегодняшний день у нас 1159 учеников. Мы учимся в две смены. Питание организовано абсолютно для всех обучающихся. То есть есть возможность и горячего питания, и комплекс номер 3, и буфетная продукция. Дети очень любят ходить в столовую. Председатель общешкольного родительского комитета Надежда Деянова уверяет, рацион питания учеников и качество готовых поварских блюд проходит строгий контроль не только межведомственных комиссий, но и самих родителей. Нравится нам, что дают напитки из свежих фруктов и ягод. То есть не витамины, но все по санпину. То есть как бы вот и порции соответствуют. Не знаю, родители довольны. То есть любой родитель у нас может прийти, проконтролировать и попробовать. Конечно, о вкусах не спорят, но ни для кого не секрет, что большинство школьников оказываются питаться полезно, предпочитая фастфуд или сладости. Однако, по мнению члена совета женщин Екатерины Бень, взрослым важно суметь вовремя сформировать у современных детей привычку к здоровому меню и сбалансированному рациону. В наших школах прививается культура здорового питания, что является фундаментом для будущего и здорового образа жизни будущего ребенка. Сначала это прививается в садике, а затем уже в стенах школы. Соответственно, культура правильного питания, это первое, второе, третье, сбалансированное питание, это в целом формирует здоровье наших детей. В свою очередь, депутаты поддерживают общественников и заверяют, что регулярные проверки не выявляют никаких нарушений. Система отлажена. Каждая тарелка, попавшая на стол, прошла строгий контроль. Общественный контроль у нас проходит в рамках программы работы Барусьской городской думы. Уже не первый год мы этим занимаемся. И надо сказать, что с каждым разом мы констатируем факт, что все-таки питание у нас улучшается. Работать с «Глобусом» приятно. Я постоянно это повторяю. Ну, комбинат школьного питания «Глобус». Потому что слышат, потому что понимают всю проблематику. Добавим, всего в лицее обучается 1159 учеников. Из них 504 учащиеся младших классов, которые по федеральной программе получают питание бесплатно. Дмитрий Дроздов. Специально для программы «Пульс города». Барнаул готовится к сезону летнего отдыха и оздоровления детей. В июне их примут 7 муниципальных загородных лагерей. В каждом из них будет организовано от 2 до 4 двухнедельных смен. С апреля барнаульцы бронировали уже больше 3 тысяч путевок. Но заявочная кампания в оздоровительные лагеря еще продолжается. Всего в них сможет отдохнуть около 4 тысяч детей. Проведена большая работа по подготовке учреждений. Отремонтированы кровли, душевые, приобретена новая мебель. На эти цели с городского бюджета выделили порядка 3 миллионов рублей. Сейчас в корпусах начали косметический ремонт. Приводят в порядок территории, которые вскоре обработают от клещей. На особом контроле вопрос безопасности. Дополнительно установят 25 видеокамер. Охранять лагеря будут сотрудники ЧОПов. Данное частное охранное предприятие будет согласовано обязательно с Росгвардией. Во-первых. Во-вторых, в наши лагеря будет обязательно пропускной режим. Просто так на территории будет невозможно пройти. 26 апреля в Барнауле состоялся общегородской субботник. Это финишное мероприятие месячника санитарной очистки, который по традиции проводят в апреле. В этом году горожане приняли в нем участие особо активно. Так, в первый же «Чистый четверг» к экологической акции присоединилось более 7 тысяч человек. Они приводили в порядок скверы и другие общественные территории. Начало апреля. Первая массовая уборка города. В ней принимает участие более 7 тысяч барнаульцев. Студенты средних и высших учебных заведений, сотрудники предприятий промышленности и торговли, управляющих компаний и органов ТОС. Им в помощь задействовали 65 единиц спецтехники. В итоге за один такой «Чистый четверг» вывезли больше 60 машин с мусором. В основном ребята шли добровольно, по желанию. То, что назначение это довольно-таки редко случается. Потому что всем ребятам интересно провести время друг с другом и помочь как-то обществу. Это формирование все-таки гражданской ответственности, активной студенческой позиции самих обучающихся и воспитания каких-то моральных принципов. Всем же приятно видеть чистые улицы, красивые дороги, красивые парки. Участники акции собрали мусор, убрали снег и песок после зимы на аллеях. Рабочие приступили к установке садово-парковых лавочек, урн и малых архитектурных форм. Всего уборка проходила одномоментно в трех районах. Ленинском, Индустриальном, Железнодорожном районах. А также на набережной города и других знаковых местах Барнаула. Каждую неделю будут проводиться чистые четверги, их будет всего четыре. И, так скажем, финишной чертой это будет проведение общегородского субботника. Он запланирован у нас на 26 апреля. На общегородской субботник, который состоялся 26 апреля, вышли порядка 35 тысяч жителей Барнаула. Это волонтеры, сотрудники организации, общественники и простые барнаульцы. В помощь им направили 120 единиц спецтехники. С улиц города вывезли сотни машин мусора. Парадок наведен также у домов и памятников. Дмитрий Дроздов специально для программы «Пульс города». Всего несколько дней осталось до завершения большого онлайн-голосования за благоустройство зеленых территорий в Барнауле. Оно проходит в рамках национального проекта формирования комфортной городской среды. Абсолютного лидера народного рейтинга ждет глобальное преобразование. Но сейчас сразу о нескольких общественных территориях, которым барнаульцы активно дарят свои голоса. Выбор сделали уже около 50 тысяч горожан. Каждый из них принял участие в голосовании по нацпроекту за благоустройство общественных территорий. Примечательно, что лидером народного рейтинга практически сразу стала территория за торговым центром Европа. Вторую строчку на данный момент занимает сквер на улице Аванесова. Третью – сквер за художественным музеем края на площади Октября. Эта зеленая зона появилась в Барнауле еще в 30-х годах прошлого века. Со временем ее состояние пришло в упадок. Уже давно стоит актуальный вопрос, чтобы его благоустроить. Тем более мы видим, что площадь Октября у нас, во-первых, это центр. Во-вторых, у нас идет стадия реконструкции художественного музея. И понимаем, что это место притяжения жителей не только ближайших микрорайонов, но и вообще, в принципе, гостей города Барнаула. В случае победы данного объекта в народном голосовании по проекту благоустройства предусмотрен ремонт фонтана, который сейчас не работает, озеленение, замена тротуарной плитки, обустройство новых скамеек и урн. Этот сквер действительно полюбился жителями. Ну и учесть того, что все-таки вокруг территория развивается, видите, здесь застраивается новыми современными домами, то есть количество жителей здесь будет увеличиться, и, соответственно, сквер дальше будет востребован. Долгое время в ТОП-3 входил Сиреневый бульвар в индустриальном районе или другое народное название территории – просторный тротуар. Это одно из тех мест в индустриальном районе, которое стало давно излюбленным для жителей, гостей района. В теплое время года, в вечернее время, в выходные дни здесь всегда много людей. Проект благоустройства этой зеленой территории предполагает разбивку цветников и газонов, посадку кустарников и крупных деревьев, замену асфальта, обустройство детской и спортивной площадок, а также установку опор освещения, скамеек и малых архитектурных форм. Для нас очень важна эта территория. Здесь необходима реинновация. Достаточно большое количество идет обращений как от пациентов, так и от жителей ближайших домов о том, что они бы хотели, чтобы здесь появилась наконец-таки зеленая благоустроенная зона, в том числе и с возможностями для развития здоровья. Меньшее, но все же немало число голосов получили другие объекты. Так, без народной поддержки не остались Народная площадь и пространство рядом с драмтеатром. Обновление исторического центра Ленинского района ждут многие люди. По воспоминаниям старожил, эта площадка была предназначена для проведения ярмарок. В 80-е годы сюда переехала главная районная елка. Здесь проводились новогодние мероприятия, масленичные гуляния и районные праздники. Площадка рядом с драмтеатром, как еще одно место притяжения горожан, также нуждается в основательной реконструкции. Мне кажется, что это место должно быть приведено в порядок при помощи этой программы. Поэтому, конечно, я как житель железнодорожного района буду голосовать за эту территорию. Мне она кажется действительно самым сердцем нашего города, и я поддержу эту территорию. В этом году в список для возможного благоустройства вошло 37 пространств. Какой из них победит, станет известно совсем скоро. 30 апреля – последний день голосования за объекты благоустройства. Как говорят организаторы проекта, важен каждый голос, ведь это вклад в создание комфортной среды в своем городе. Елена Макаренко специально для программы «Пульс города». И это лишь незначительная часть новостей, которыми живет краевая столица. Держите руку на «Пульсе города» вместе с нами. И до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин